Пятый канал представляет Все, все, хватит, Петя, хватит, хватит Папа, ну я правда первая приплала Я вообще быстрее плаваю Ты не можешь быстрее меня плавать У тебя тебя на год старше Отпусти меня, папа! 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 Выкуп за детей 500 тысяч долларов Передать деньги Послезавтра в 22.00 на пустыре На Кораблева возле свалки Иначе дети будут Убитые, в полицию нельзя заявлять Иначе будут убиты раньше 500 тысяч Да с кем-то вы работаете-то Я просто Мне трудно говорить Валерий, я все понимаю Но нам необходимо разобраться во всем Как можно скорее Скажите, вы откуда с детьми ехали? Из бассейна По вторникам и пятницам я вожу детей в бассейн Фаина, кто мог знать расписание детей? Может быть ваши родители близкие? Нет, мать у меня умерла Отец в Австрии живет А родители мужа в Твери Ну, вы хоть кого-нибудь подозреваете? Да я сразу подумала, что это Турусов Он подонок, понимаете? А кто это такой? Да бывший компаньон отца У них был общий бизнес Сеть кофеин На кофейной гуще Узнаю о такой дальше Потом отец свою часть продал Уехал И, наверное, задолжал этому Турусову И вот теперь этот подонок Вот такими зверскими методами Эти деньги выбивает Полмиллиона долларов Ну, а у вашего отца-то есть такие деньги? Да ну нет, конечно Он все на переезд потратил Я ему даже рассказывать не хочу Он пожилой человек, вы понимаете? Он там с ума начнет сходить А помочь все равно ничем не поможет Простите Я сейчас просто как во сне С кем дети? Что там с ними делают? Послушайте, вы успокойтесь Мы ваших детей обязательно найдем Сейчас нам нужно сосредоточиться Вы сами знакомы с этим Турусовым? Да, но После отъезда отца Мы с ним не виделись Последний раз встречались около года назад Кого он там нанял? Что эти бандиты там с детьми делают? Я простой инженер В маленькой строительной компании Называется Клан У нас с роду таких денег не было И где взять, не знаю А ваша жена работает? Нет Дома сидит с детьми Решили их никуда не отдавать Ни на продленку, ни в садик Хотели дать побольше заботы Ну вот Дали Давайте так, Валерий Фараон, фараон, давай играть Все взял Дверь закрывай, папаша Ребенка простудишь Это вы мне хорошего дня пожелали? Спасибо Дедушка А где фараон? Что-то нет его нигде Не знаю Фараон, фараонша Не кричи, не кричи Бабушка еще спит Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Я вас уверяю С отцом Фаиной у нас никогда Никаких взаимных претензий не было и нет Семью Кудряшовы хорошо знаете? Неплохо Пока мой компаньон был здесь По праздникам у них встречались Дети Петя и Катя очаровательные Все случившееся для меня личная трагедия, поверьте Я понимаю Скажите, отец Фаины имел с кем-то еще денежные отношения? Насколько я знаю, нет У нас и все дело-то было Вот в нашей кофейне В долг брать категорически не любил Скажите, а у вас сейчас финансовых затруднений нет? Ни малейших Проверяйте, проверяйте документацию У нас все в порядке То есть кофейне доходное А, вы в смысле Не мог ли бы я помочь Кудряшовым? Прибыль есть, но Полмиллиона долларов Это нереально Ясно Кстати, кофе у вас тоже нереальный Спасибо Мы с Кудряшовым не просто соседи Мы друзья, можно сказать Раньше всегда на этой площадке С детьми вместе гуляли Раньше, а теперь? А у нас месяц назад Сына качелями убил Муж не выдержал Напросил свою дальнюю командировку А я одна осталась Вот продукты до сих пор по привлочке покупаю А для кого? Извините Да все нормально Спрашивайте Зоя, вы живете с Кудряшовым на одной лестничной клетке Может быть, вы видели какого-то незнакомого? Вертелся, наблюдал за детьми Когда приходят, когда уходят? Нет, не замечала Здравствуйте Здрасте Да бегу, меня поймали Ваш вопрос понял Кудряшов обыкновенный, скромный инженер Отличный семьянин Кстати, жену и детей обожает Ну и как это? Проявляется? Да в мелочах Если о чем-то не говорит, помимо работы, только о них Какая у него зарплата? Бухгалтерии надо смотреть Точно не помню Не директорское дело Тысяч пятьдесят, наверное Понятно И никаких больших растрат за ним не замечали Да что вы, сто лет в одном костюме В отпуск на турбазу в Лосево Знаете, требовать от него такой выкуп за детей Бред какой-то А что можете сказать про круг его знакомых? Я не вдавался, но по-моему никакого Работа, дом Знаете, некоторые сотрудники любят Рассказать, даже прихвастнуть о том Где и с кем досуг проводят А Кудряшов выходные с детьми в музей О как Стало быть, о помощи Ему просить некого У меня просил Но нет у моей фермы таких денег Так, значит, я обхожу квартал с правого фланга Ты с левого И все время на связи Поняла? Да куда? Я сказал-то Я-то вот туда Господи, ну вот зачем Она ушла одна А фараон Фараон, наверное, забился в какой-нибудь подвал Сам не рад, что сбежал Все подвалы заколочены сейчас А, ну даже что она не сказала Ну вместе мы пошли искать Потому что в отца вся Вероиней захотела стать Все, пошли Кудряшов звонил Интересовался, как у нас дела Ну ты ему сказал, что мы пошли пить кофе Андрей Борисович Человек себе места не находит Он там с ума сходит Дима, ты главное не поддавайся его настроению Спокойно Знаешь, как древние говорили Когда сердце борется с рассудком Рассудок редко выходит победителем Андрей Борисович Там дамочка какая-то звонит Требует встречи с полицейскими Которые начали расследование Насчет похищенных детей А что за дамочка? А я не знаю Она не представилась Говорит, будет разговаривать с главным А главный у нас сегодня кто? Кто? Дима Я? Понял, понял Спокойно, Дима Спокойно Итак, как я уже сказала Я референт господина Завадского Ну, можно только позавидовать господину Завадскому Только, к сожалению Это имя ни о чем не говорит Да, странно Он владелец крупного строительного концерна Равелла О пропавших детях мы узнали от директора фирмы Клан Там работает их отец Интересно А с чего это вдруг один строитель об этом доложил другому? Они приятели с детства Итак, господин Завадский готов заплатить выкуп целиком Похищены дети семьи Кудряшовых Катя и Петя Бандиты требуют выкуп полмиллиона долларов Иначе дети будут убиты Мать детей Фаина подозревает, что за похищением стоит бывший деловой партнер ее отца Турусов Белла, референт крупного предпринимателя Завадского Объявляет, что ее шеф готов заплатить выкуп Белла, из чего такая щедрость? 500 тысяч долларов за спасение абсолютно неизвестных человеку детей? Я вам скажу как есть Мой шеф готовится к политической карьере И ему нужно имя, репутация Ааа, банальный пиар Называйте как хотите Он заплатит деньги за несчастных детей Но сразу после этого он даст интервью ведущим СМИ Завадский должен выглядеть главным героем этой истории Спекулировать на детях, это конечно делает репутацию Мы договорились Ну вот он, глава строительной компании Равелла Завадский Юрий Александрович, 45 лет Не, ну это здорово, конечно Когда у тебя есть лишние полмиллиона долларов Но первое, что приходит в голову, это Завадский сам устроил это похищение Зачем? Антош, когда есть такие деньги Фантазии приходят в голову, которые простым оперативникам просто недоступны То есть вы считаете, что Завадский Организовал это все, чтобы самому предстать героическим избавителем? Ну как вариант Да Андрей Борисович, разрешите? Заходи Труп на Заозерной, 13 Соседи нашли Также они обнаружили в квартире двух детей Которые представились как Катя и Петя Кудряшовы Дяденька А вдруг они вернутся? Они же и вас убьют Кто они-то? Три дяденьки Ну, а почему обязательно убьют? Ну так в кино бывает Они же нас похитили Этого в кино бывает Вы мне лучше скажите Они вам угрожали? Нет, только говорили, чтобы мы тихо сидели Ну вот молодцы, что тихо сидели Паша Парня задушили Или веревкой, или шнуром После чего, судя по характеру травмы, его скинули с лестницы Смерть наступила около часа назад Примерно в 15.00 Как увидела, сразу узнала Он как раз вчера у меня на площадке появился Вечером Один появился? Ну как въезжал, или с кем, я не видела А потом, а потом он курить выходил Раз, два Скажите, а вы зачем, когда труп обнаружили, в квартиру пошли? Ну как зачем? Зачем? Ну может быть он жил с кем-то Я должна же была сказать А когда подошла к квартире, там мальчик вышел И так осторожно, а за ним, а за ним девочка Папа, папочка Петька, Катюха Радные мои Да, зайцы Теперь хорошо будет Теперь все хорошо будет Спасибо Тут я даже не знаю, какими словами Ну что вы, не надо никаких слов У меня есть у самого вот такая вот дочка А скажите, а я могу поехать с вами? Я бы при вас за одной и детей бы опросил Конечно, конечно, садитесь Петр, давай, Катюша, давай Поехали Ну давай Ну что, нашел? Сама же видишь, ну Ну все, надо Тимуру звонить Ага, чтобы он меня потом всю жизнь поминал Что я Верочку приглядел Сами найдем Чем я хуже Тимура? Тольчка, да ничем ты не хуже Только ведь, что мы ему вечером-то скажем? Дяденьки были такие темненькие И по-русски не очень хорошо говорили Ага, спасибо А вы лица-то их видели? Нет, они в масках были Они нам пиццу давали И вместе с нами телевизор смотрели Они вас не били? Нет А говорили, зачем они вас туда привезли? Нет, мы их спрашивали А они говорят Мы по-русски плохо понимаем Но врали Все они понимали Ну а куда же они делись-то? Первый ушел куда-то еще с утра Второй сказал, что в магазин идет Мы с третьим остались Мы мультики смотрели И в дверь позвонили И он ушел И не вернулся И тот, кто в магазин ходил, тоже не вернулся Да Простите, вы из полиции? Я видела, как вы Катю с Петей привезли Так точно, а вы? А я Зоя, соседка Со мной ваш коллега разговаривал Ой, так обрадовалась за них Так переживала А где вы их нашли, если не секрет? Секрет? А я смотрю, вы мусор на помойку понесли Вам помочь? Спасибо большое Давайте А я вот ремонт затеяла Рабочий выходной взяли Неожиданно А еще вот что интересно Две недели назад Кудряшов вписал Зою В страховку своего автомобиля Еще вот такая щедрость Ну, может быть, Кудряшов и Зоя Честно дружили Организмами У кого что болит Тот о том и сообщит Экспертиза показала На теле убитого Отпечатков или иных следов Убийцы не обнаружено Так, ну это, в общем-то, понятно Действовал в перчатках Потому отпечатков и нет Зато у нас есть отпечатки Из квартиры, где держали детей Их там действительно было трое В том числе убитый Правда, в нашей базе Его отпечатков нет Зато есть отпечатки Другого Аюпов Рашид Харисович 22 года он привлекался За мелкое хулиганство Рашид Харисович Выходит, наши похитители Гастарбайтеры? Да Ну и какие версии? У заказчика изменились планы И он решил избавляться От исполнителей Первого убрали в квартире Возможно, слышали про то Что второй собирается выйти в магазин Значит, второй труп нам нужно искать Где-то в окрестностях дома А третий где? Где третье-то тело искать? Нам не тело надо искать А убийцу У нас под подозрением Турусов И Белла Референт Завадского Как возможные организаторы похищения Так, а почему не сам-то Кудряшов? Отец Ну, не знаю А что если Завадский Ну, надо было ему устроить спектакль И он подключил своего дружка Который директора Кудряшова Что тут надавил на папашу Мол, ты все организуем И тебе хорошо заплатим Получишь материальное вознаграждение? Но заказчик убийства точно не Завадский Он же должен был доиграть спектакль до конца Вот ведь какая Запупырена Алексей Ильич Вы сегодня Где были возле 15 часов? В своей кофейне на Портовой В личном кабинете Проверял счета А в чем смысл вопроса? Так никаких смыслов нет Просто Какое совпадение? Именно в этот час Был убит один из похитителей Кати и Пети Так, был я у вас бандитом-вымогателем А теперь еще убийца Да нет, ну просто есть такой фильм Знаете, подозреваются все Павел Ильич, один инфаркт у меня уже был Не пошел бы я с больным сердцем Душить кого-то своими руками Вот здесь подождите А почему вы решили, что убитый был именно задушен? Образное выражение, молодой человек Душить, резать, вешать Или что там, перестрелка была? Нет, да богатое вас воображение так-то Да, богатое воображение Послушайте, Павел Ильич Я пожилой, мирный человек Вот ей-богу, зря вы только время на меня тратите Да вы успокойтесь, сердце-то на одно И еще один вопросик есть Спасибо Вы еще не ушли? Нет Слушайте, у меня у жениха сегодня день рождения Вы мне все настроение испортили Ничем же Детей нашли Мой шеф в ярости Это извращенное сознание вашего шефа Вы вообще понимаете? У нас эта акция с передачей денег была уже в плане Мы уже по приватным каналам договорились с представителями средств массовой информации Ну извините, что мы делаем свою работу А кстати, сейчас где ваш шеф? В Москве Должен был приехать сегодня Но задержался, раз у нас тут все провалилось А вы сегодня где были? В три часа дня А что, это важно? Важно И я вам советую говорить правду Что-то случилось? Я задал вопрос Ой, вот только не надо меня пугать На маникюре я была В салоне мушка Вот Если больше нет вопросов, я могу идти? Конечно Привет, жениху Я вам еще раз говорю О завадском только слышал Краем уха Странно вам так-то Лидер строительного бизнеса А мне какая разница Я не бизнесмен Простой исполнитель А то, что ваш директор Завадским знакомым не знали? Понятия не имел И не интересовался Я вообще в чужие дела не лезу Ну допустим, сами В пятнадцать часов сегодня Где были? А почему спрашиваете? А что вы сразу не отвечаете-то? В офисе был Дальше Отсюда и за детьми поехал Когда ваш сотрудник позвонил Хорошо А зачем вы доверенность на свою машину Оформили на некую Зою Ермолину? Мы дружим Давно Она сына потеряла Муж уехал Жалеем ее Решили Пусть берет машину Когда надо Ну да, ну да Ну да Рукав Куртка, глянь Почти новая Дома Ты сказал Ну да Так, а может быть Убийца подкараулил Жертву У магазина? Может подкараулил Да что, пошли? Ну, пошли Ну, пошли Ну, пошли, че Не хочу Не хочу домой Я хочу Прошло идти Папа придет И пойдет искать Так, все Раздевайся Холодная какая Сейчас теплую кофточку наденем Мы ж чуть в сумму Чем бы меня привели Я сейчас опять буду фараона искать Ну, что, на дворе? Куда? А! Ой, посмотрите, а Вот он Паршивец эдакий Фараон Фараон Ты понимаешь Ну, ушастый, а Всех перехитрил Весь в хозяина В папку твоего Чего ты Ну, давайте Докладывайте Ну, что Гуришова алиби твердое Работники в офисе подтвердили Что он был там до четырех А Турусов? А вот с Турусовым сложнее В кофейне сказали Что он там был И заходил А во сколько точно Все путаются в показаниях Да и сам он какой-то мутный А Белла была на маникюре В пятнадцать-тридцать Пришла со сломанным ногтем А маникюр Далеко от квартиры? Ну, на машине минут десять То есть, теоретически Она могла убить Сломать ноготь И вернуться в салон Ну, теоретически, да Но я сомневаюсь Что эта дамочка С наманикюренными ручками Душила гастарбайтера Так тут же днем Грузчики работают Тоха, ну у грузчиков тоже же Бывает обеденный перерыв Ага, что? У всех сразу? Тьфу, и как ты себе представляешь? Днем на глазах у всех Выкинуть человека в бак? Ну? Ну, не знаю А может, не в бак Кто? Кто? Та-да-да-дам Похищены дети семьи Кудряшовых Катя и Петя Под подозрением Старый друг семьи Турусов и Белла Референт крупного предпринимателя Завадского Детей удается обнаружить И спасти Один из похитителей убит Вскоре оперативники Находят труп Второго похитителя Похоже, наш клиент Гастарбайтер Шел из магазина Нес продукты И задушен Так же, как в первом случае Либо шнурком Либо веревкой Да Ну давай Цок-цок Перецок Папа А я вчера потерялась А потом нашлась А фараон тоже потерялась А потом нашелся А меня нашел и дедушка А фараона бабушка Да? Как интересно А что вы на это скажете? А? Бабушка и дедушка Такая Это у нас игра такая Да? Вроде спортивного ориентирования Интересная игра Ну вы когда В следующий раз-то Будете играть? Вы капитана Бубнова В известность Поставьте Вместе со всеми координатами Паролями И явками Мы с вами вместе сыграем И генерала Можно на словах Я вообще-то Родственников своих воспитывал Давай проходи Воспитатель Так ну а вот этот убитый Не Рашид Аюпов? Нет Еще эксперты сказали Разница между первым и вторым убийством Минут пятнадцать Погоди, Рим Прошу прощения Турусов звонит Давай Почему-то по видеосвязи Да, Алексей Юрьевич Павел Ильич Что-то вы плохо выглядите Да, я из больницы Вот жаловался вам на сердце И накаркал Попал с сердечным приступом Когда попали-то? Несколько часов назад Всю ночь промучался А к утру себе скорую вызвал А вы так-то выздоравливаете Спасибо Павел Ильич Можете заехать Я поговорить хотел Пятая городская Хорошо Заеду, конечно Все, отбой О, так-то Говорила, что он вчера дерганный какой-то был Так Значит, в отделе, вот когда никого нет Все в столовой Так Андрей Борисович, разведка донесла, что горячие пирожки готовы И что, теперь надо уничтожить их, пока не остыли? Да почему, Андрей Борисович, мы делом занимаемся Я просмотрел звонки Турусова Он вчера зачем-то звонил Фаине Вот думаем Да Да Ну что, Борисович, не успел я Скончался Турусов Врачи говорили, что все стабильно А тут вдруг внезапно Остановка сердца Понял Турусов позвонил Фаине И получил сердечный приступ с летальным исходом Видимо, хорошо поговорили Да Хорошо, сейчас спущусь Куда это ты? Бэлла звонила Хочется поговорить Ну давай, иди Ты же главный Бэлла, что случилось? Дмитрий, я вас умоляю Только вы можете меня спасти Что, стряслось? Умоляю, устроите инсценировку На пустыре, дети, бандиты в масках В Завадске передает деньги Дети спасены Все На утро все ведущие СМИ выходят с репортажами Вы здоровы? Ну а что мне еще делать? Он меня уволит По-моему, если уволит такой самодур Только радоваться на нем Вы не понимаете Я заплачу семье деньги Ну, с вами Мы же найдем общий язык Правда? А как же ваш жених? Да он вам в подметке не годится Вы лучше скажите Где вы вчера ноги сломали? Я его сгрызла Когда Завадский меня по телефону Из Москвы ругал Турусов звонил Потому что хотел встретиться Потом пришел Так А ваш муж был дома? Нет Он после работы к Зубному пошел Ты мерзавка Зачем ты сказала полиции Что подозреваешь меня в похищении? Я просто сказала то, что думала Подумала? Как ты могла такое подумать? Мы с своим отцом Мы с своим отцом друзья со школы Да я под дулом пистолета Не согласился бы сделать вред его внукам Тогда почему вы так нервничаете? Да потому что меня подозревают Понимаешь, похищение и убийство Подозревают Ну тогда не о чем беспокоиться Если вы не виновны Полиция во всем разберется Да я подохну, пока она разберется Скажи, что уж берешь свои слова назад Скажи, что поговорила с отцом Что он все отверг Что у нас с ним не было никаких разборов Я не буду говорить неправду Вы знаете, Турусов очень нервничал И поэтому получил сердечный приступ Не знаю, но Я до сих пор не уверена Что он не причастен к похищению Понимаете? И это несмотря на то, что он вам клялся И обожился Именно поэтому Катя, Петя, собирайтесь Скоро учитель по английскому придет Ну спасибо, Андрей Борисович Вам за главного Это было, конечно Или просто дура Или это был спектакль Ну по-моему, в случае с ней Одно другого не исключает Андрей Борисович Кудряшовы недавно купили Загородный дом, требующий ремонта А ремонт это что? Ремонт? Три наводнения, два пожара Да нет, Андрей Борисович Ремонт это гастарбайтеры И помните, тогда еще В самом начале Тимур высказал предположение О том, что Кудряшов мог сам Организовать похищение своих детей По просьбе своего директора Ну что вы так уперлись в этого Кудряшова Как бараны в пост охраны А что, здравое предположение? Андрей Борисович Я пробил контакты Кудряшова Среди них есть Рашид Аюпов Они созванивались Последние несколько месяцев Как раз, когда у Кудряшовых Начался ремонт И получается Если двоих похитителей Уже убрали Значит, скорее всего Рашиду угрожает опасность И может быть, нам повезет И мы найдем его в этом коттедже Скинь ребятам координаты Делается Что, долго еще? На километров шесть Что, думаешь, еще один труп найдем? Не знаю Если убийца сразу после магазина Поехал в загородный дом То найти живым шансов мало Тох А что-то номера знакомые? А? Это Это же машина Кудряшова Он же на ней за детьми приезжал Похищены дети семьи Кудряшовых Катя и Петя В организации похищения Подозреваются бизнесмен Турусов И Белла Референт крупного предпринимателя Турусов умирает От обострения болезни сердца Двоих похитителей Обнаруживают убитыми Оперативники едут на поиски третьего И видят, что в том же направлении Движется машина Кудряшова Отца Кати и Пети Зоя? А она-то здесь что делает? Рашид! Рашид, я знаю, что вы здесь Почему вы оставили детей? Что это из творится? Стой! Стрелять буду! Стоять буду! Стрелять на поражение! Стрелять, спорю Стрелять будет! Стрелять будет! Дышит вроде. Мой сын Серёжа погиб из-за Кудряшова! Но вы же говорили, что вашего сына убило качелями! На которых Кудряшов качал своих детей! Серёжа просто проходил мимо! Но вы когда заявили, мы запросили дело. Там же работали дознаватели. Так вот, свидетели показали, что Кудряшова рядом с качелями не было. Дети спрыгнули, и качели качались пустые. А вы отходили в это время в магазин и видеть ничего не могли. Серёжа! Зоя! Я уже вызвал скорую! Зоя! Серёжа! Сынок! Это ты убил его! Меня даже рядом не было! Скажите, вы же видели? Я просила тебя присмотреть за ребёнком, а ты убил его! Серёжа! Серёжа! Я оставила Серёжу с Кудряшовым на пятнадцать минут. Он обязан был присмотреть! Для меня он убийца! Я решила так. Серёжа, он мне не вернёт, так пусть хотя бы заплатит. Ну, допустим. Но зачем придумывать такую сложную многоходовку с похищением? А я хотела, чтобы Кудряшовы помучались. Как я мучаюсь! Ну и я помнила, что у отца Фаины был какой-то бизнес. Поэтому сумму выкупа назначила именно такую. А исполнители? Как вы нашли исполнителей? Я придумала, будто делаю ремонт, взяла у Кудряшовых контакты их мастеров, сняла квартиру и рабочим заплатила. Слушайте, а вы им как-то объяснили, в чём они участвуют? Я сказала им, что это шутка. А-а-а. Розыгрыш. Сейчас же модно такие игры с приключениями, в которых всё почти по-настоящему. И что вы планировали делать потом? Получить выкуп и вернуть детей. Кудряшовы не могли не найти деньги. Всё просто. Да уж. Вот, у Абая есть сестра, Диляра. Она в магазине работает. Вот мы познакомились, я позвал её кафе. Она говорит, если я с тобой пойду, меня брат накажет. Надо с подружками. У тебя есть, говорит, два друга? Ну, и мы пошли. Я с друзьями, она с подружками. И мы сидим, и как-то, знаешь, так всё кисло. Вот. Ну, продолжите. Вот, и мы попрощались. Всё культурно было. А эта Диляра стала мне потом названивать. Я ей говорю, извини, говорю, я занят. Ну, она говорит мне, я брату скажу, что вы меня хотели изнасиловать. Вот стерва. Вот. А Абай тогда со своими вместе, когда мы в эту квартиру переезжали, нас как-то выследил. Короче. Или вас завтра не будет в городе, или вообще на свете не будет. Передушим по одному. Да наврала тебе сестра. Я её пальцем не тронул. Я своей сестре верю. Останетесь. Опять к нашим девчонкам полезете. Козлы грязные. Мне поверь. И подружек её никто не это. Это она от злости. Что мы не захотели больше встречаться. Я всё сказал. И я говорю ребятам, надо валить. Но они мне тогда не поверили. Не поверили, что друзья Абая могут вас убить? Да. А я вот всю ночь думал, думал, и утром им говорю, вы как хотите, а я уезжаю. Потому что они сегодня сюда придут, и я видел глаза Абая. А Абай знал про загородный дом? Нет. Тогда ещё не знал. Это, наверное, ребята успели ему сказать перед тем, как он их убил. Короче, я уехал. Ага. Ну и из города тоже хотел уехать? Ну да. Просто такое дело. Ну у нас там в загородном доме вещи были, я бы собрался и уехал. Ну, в России городов много, а жизнь-то одна. Ты куда бежишь? Я папу видела в окошко. А кота хорошо спрятала? Да. Папа, у нас новая игра. Называется «Найди фараона». Да? Ну давай поиграем. Смотри. Фараоша! А вот и он. Вот так вот, Анатолий Сергеевич. Вот чем хороший детектив отличается от дилетанта. Бездельник ты, а не детектив. Я всегда знал, что ты на работе баклуши бьёшь. Папа, а что такое баклуши? Баклуши – это то, чем дедушка на пенсии занимается. Ха-хе-хе-хе… Ха-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе ты – это мать. Ха-хе! Ха-хе-хе-хе… Я головою твоих милых ног Губы мои тронешь нежно руками Пусть улыбнется сияющий Бог Пролетая над нами